Здравствуйте! С вами Мастер Спорта. Программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни Мастер Спорта расскажет и покажет про спорт то, о чем вы даже и не догадывались. Я Сергей Кизоркин, обещаю, будет интересно. Самарский спорт сделал колоссальный прорыв на мировой арене. Гимнастка Ксения Полякова в составе сборной России триумфально выступила на чемпионате мира в итальянском Пизаро. В коллекции чемпионки сразу три награды, две из которых высшие пробы. Как это было и через что пришлось пройти команде мастеров? Мастеру спорта расскажут чемпионка мира по художественной гимнастике Ксения Полякова и директор пятой спортшколы Анатолий Векшин. Здравствуйте! 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 Ксения, вот расскажите, как вы пришли в этот вид спорта и был ли выбор между какими-то другими направлениями? В этот вид спорта я попала чисто случайно. Меня привели к врачу, было плоскостап, и врач сказал, отведите ее или в балет, или в гимнастика. И папа привел меня в гимнастику в три года. Мне понравилось, я вроде начала заниматься. Ну, первое впечатление помните от тренировок? Честно, я пытаюсь вспомнить, это уже не первый день, но не помню. Я помню зал, это пятая спортивная школа. Вот, там был батут. Ну, сейчас есть. Вот, и после тренировок нам разрешали на нем прыгать. Это было к маме. Наверное, из-за этого и ходили. Да, 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 мне кажется, только из-за этого. Вот, ну, а потом, когда стало более осознанно, то мне очень нравилось у нас свой ритм жизни, своя какая-то энергетика, друзья, темы, подруги, и уже без этого тяжело становиться жить. Вот, мы даже сейчас нас распустили по домам. У нас общая группа на телефоне, мы постоянно на связи, там, кто что делает, кто чем занят. Вот, как бы не уставали даже от общения, но не можем друг без друга уже. Потому что уже в первом классе я достаточно редко посещала школу. Вот, были постоянные разъезды, соревнования, но учителя шли на уступки, занимались со мной дополнительно. То есть, тоже большое в этом спасибо. Да, и, наверное, с первого класса я больше времени проводила в зале, чем в школе. Анатолий, ну, это заслуга или задача тренера, да, вот девчонок, так скажем, так мотивировать, чтобы уже в этом возрасте они... Да, несомненно, конечно. В первую очередь тренер, да, конечно. Они прививают к любовь, к гимнастике, к спорту вообще. Тренер – это тренер, это вторая мама. А сложно найти хорошего тренера в художественной гимнастике у нас именно в Санкт-Петербурге? Ну, нам повезло. Да, мне очень повезло с моим первым тренером, это Ксения Евгеньевна, вот. Она меня позже отдала моему тренеру, который, я не знаю, какое имел терпение, сколько сил она имела, чтобы потерпеть меня, чтобы тренировать меня, ездиться на соревнования. Огромное ей за это спасибо, потому что я сейчас вспоминаю себя в младшем возрасте и думаю, господи, как... Я даже ей задаю этот вопрос, говорю, как у вас было столько нервов, сил, как? Говорит, не знаю. Я была хорошей ученицей, но просто бывали переломные моменты, когда уже устаешь, не хочется тренироваться уже, ну, думаешь, когда уже этот выходной, все, но тренер всегда меня мотивировал, помогал мне во всех ситуациях абсолютно. То есть были какие-то мини-войны? То есть вы говорили тренеру, все, там, больше я не прыгаю, не бегаю, дайте мне отдохнуть? Нет, такого не было, я была не настолько наглым ребенком, мне кажется. Вот, но она это просто видела, мне кажется, в моей работе, то, что когда есть силы, то ты приходишь на тренировку, работаешь, а когда ты уже уставший, то уже как-то, там, лучше постоять где-нибудь, еще что-то. Ну, она абсолютно всегда находила в себе силы, чтобы доставить меня. А когда начался у вас вот этот подъем на вершину уже? В 2011 году в Сомале проходила первенство России, где, кроме Ксении, выступали еще Марьян Гарифова и Альбина Яхина. Вот, и приехала Ирина Александровна Винер, Усманова, когда посмотрела выступление наших девочек, особенности Ксении. Она сказала, что вот это будущее российской художественной гимнастики. Причем это сказала и в прессе, и по телевидению. Вот, она оказалась права. Вот, и тогда, до этого Ксения стала уже призером локомотива. Но это в рамках соревнований пониже, конечно, ничего, перед Россией. Я думаю, что вот именно с момента этих вступлений Ксения уже стала со спортсменкой состоявшейся. Как дальше карьера складывалась? Да, я попала в сборную, ездила в Москву тренироваться к тренерам сначала, там, ну, на какое-то время. А в 12 лет меня пригласили полностью, то есть я уехала от родителей, тренировалась в Центре Олимпийской подготовки в Москве. Вот, и в 14 лет меня пригласили на отбор в юношескую команду группового упражнения, и меня отобрали в состав. Мы готовились к первенству Европы, вот, и это была моя первая самая высокая награда, это было первенство Европы в групповом упражнении. Ну, вот это тестирование, как, так сказать, просмотр сложно было пройти? Нет, на самом деле он проходит, как обычные тренировки, где дают, там, ну, задания для всех вместе, а тренер просто сам смотрит и решает, кто ей нужен. То есть не в виде зачета, да? Нет, нет, не в виде. Потом вам говорят, поздравляю его в сборную. Нет, не так. А как? Это происходит постепенно, сначала на сбор приезжает очень большое количество народа, там, допустим, он длится две недели, потом нас отпускают. На следующий сбор уже меньше приезжает, ну, и вот так постепенно сокращалось количество. То есть идет ситоотбор. Да. Сокращается количество, и потом уже начинаются основные тренировки, подготовка к важному старту. Ну, сейчас можно вас назвать лидером российской художественной гимнастики и мировой, да? Впереди какая следующая вершина, и как вы к ней будете готовиться, и готовы ли вы ее покорить? Впереди у нас следующий чемпионат мира, он будет проходить в Болгарии, в Софии в 2018 году. Сейчас у нас небольшой отдых. После начинаем все с нуля, все с начала, новая программа. Все будем отрабатывать заново, все соревнования проходить заново. Все с начала. Ну, для вас что сейчас? Легко ли будет защитить свой титул, или наоборот, будет сложнее с какой-то точки зрения? Я думаю, что с какой-то точки зрения это будет сложнее, потому что нельзя опускать планку, нужно ее постоянно поддерживать. Вот. И нужно будет доказывать, что это было не просто так. Да, тем более чемпионат мира будет проходить в Болгарию, где это болгарская гимнерская традиционно сильная команда. Что с Олимпиадой у нас? Олимпиады, Олимпиады. Да, Олимпиады еще далеко у нас. А у нас в нашем виде спорта все слишком быстро меняется. Поэтому ни в коем случае нельзя загадывать, что будет завтра. А про Олимпиаду уже я боюсь заикаться, потому что у нас... Сегодня ты стоишь в составе, завтра ты не стоишь, сегодня ты здоров, завтра у тебя травмы. Ничего не предсказуемо. Ну, я вижу, вы девушку-то с сильным характером. Я думаю, даже что бы ни случилось, будете бороться за место в сборной, да? Да, естественно, я буду бороться, потому что у меня есть цель, мечта. На Олимпиаде в Рио я была запасной гимнасткой. После чемпионата Европы я травмировалась, и на Олимпиаду я поехала как... Основной резервной гимнасткой. Да, вот. То есть она в любой момент могла была выйти и стать в команду, если не дай бог, что-нибудь случилось с другими гимнастками. Поэтому сейчас, естественно, Токио – это одна из самых главных целей, но к ней нужно идти тоже не сразу, а пройти все чемпионаты мира, чемпионаты Европы в этом цикле. Анатолий, ну и в заключение вопрос. В Самаре, Самарской области, за Ксенией есть такие же талантливые, самое главное, упертые спортсменки, которые могут показывать такой же результат? Вот таких, как Ксения, пока нет. Но буду надеяться, что появятся звездочки. Ну, у нас задача довести, как бы, вот до уровня сборной России, а потом отдать уже туда, в Москву, чтобы они там тренировались в хороших условиях, с большим количеством времени на тренировках. У нас же педа, у нас нет спортивных заводов для художественной гимнастики. В спортшколе, которая 70 лет была в прошлом году, никогда не было спортивного зала. Приходится арендовать, а поскольку, сами понимаете. А вот локомотив и спортивный комплекс молодежный? Молодежный, Грация, Локомотив, Орбита. Это мы все арендуем. Арендуем. Ну, там мало времени, денег мало. То есть нужна своя арена? Обязательно, конечно. Я даже посчитывал, нам нужно, учитывая количество участников в школе, их 1031 человек, нам нужно 8 залов для художественной гимнастики, 2 залов для спортивной гимнастики. А сейчас у нас? Ничего. Это была художественная гимнастика на телеканале Самара ГИС в программе Мастер Спорта. Я, Сергей Кизоркин, не прощаюсь с вами. Увидимся через неделю вечером, без 15.08. Или раньше на спортивных площадках областной столицы.